Инна Комарова Ожившие тени предков Беден не тот, у которого ничего нет, а тот, кто хочет большего. Синека Привидение Профессор пил чай с вареньем, но невольно прислушивался. Теперь звуки стали приближаться, и он отчетливо услышал эхо задорного, звонкого женского смеха. Николай Карлович поднялся со стула, осторожно и напряженно приближаясь к выходу из кухни, чтобы не спугнуть незваных гостей. Поравнявшись с дверным проемом, он высунул голову и увидел, как по коридору, заливаясь смехом, шелестя по долам кринолина, почти в припрыжку приближается юная барышня. «Что это такое? Галлюцинации?» предположил профессор. «Только привидений мне не доставало. Развлечения для любителей острых ощущений, но не для ученого человека, которому исполнилось шестьдесят. Усталость дает о себе знать». Он вернулся в кухню, машинально вымыл чашку. «Так, пора на покой». И пошел в полной уверенности, что все это ему привиделось. Через несколько минут он будет лежать в своей постели и сладко спать. Дойдя до коридора, он вздрогнул от вспышки яркого света, вслед за которой громко зазвучала музыка. Николай Карлович вышел в коридор и увидел настиж открытые двери гостиной. А там при полной иллюминации кружились в вальсе дамы с кавалерами. Ничего не напоминало гостиную его дома. Границы помещения расширились, приобрели очертания бального зала для приема знатных гостей. Зал заполнился усатыми поручиками и вельможными персонами. И тут он услышал. «Поручик, не переходите границ дозволенного. Я вам ничего не обещала». Мимо него промчалась юная красавица, от которой глаз нельзя было оторвать. Профессор присмотрелся и узнал черты лица молоденькой девушки, запечатленной на старой фотографии, которую хранила его мать. Это была Софья Андреевна, его прапрапрабабушка. Обгоняя ее, спешил поручик. Упал перед ней на колено и страстно заявил. «Сударыня Софья Андреевна, если вы не примете мое предложение, я убью себя. Без вас моя жизнь бессмысленна. Не выдумывайте, поручик!» Мимоходом бросила она, смеясь, и устремилась в зал. «Господи, ожившие тени предков!» сказал профессор и попятился назад в кухню. «Мистика какая-то!» Он опустился на стул, не понимая, что происходит. Наступила отрыб в его сознании. Профессор размышлял, анализировал, старался вспомнить детали из рассказов матери. Не заметил, как верхние веки стали тяжелеть, самопроизвольно опустились, и он провалился в сон, сидя на стуле. Забрезжил рассвет. Первые лучики пробрались в кухню. Шувалов пробудился ото сна, огляделся вокруг. В доме было тихо, ничего не напоминало о ночных приключениях. «Всю ночь провел на стуле, зарапортовался. Надо взять выходной и отдохнуть, никуда не годится». И все же, что это было ночью? думал он. «Позвоню Наде, она прояснит», прошептал он. Достал из внутреннего кармана пиджака, мобильный телефон. «Алло?» услышал он голос на другом конце. «Надюшенька, это я. Ты не спишь?» «Уже нет». «Я тебя разбудил. Прости, дорогая». «Что так рано? Как у тебя дела? Почему не отдыхаешь?» «В клинике ночью случился пожар. Меня срочно вызвали. Пожарные прибыли быстро, и им удалось устранить возгорание. Уже все в порядке. Полагают, что от короткого замыкания произошла вспышка. Поздно вернулся. Устал». «Нет тебе покоя даже ночью». «Ну, что делать? Я ответственное лицо. Мой заместитель тоже был». «Тем более отдыхай. Ни свет, ни заря поднялся. На часы глянь. Четыре часа». «Не спится». «Надюша, помнишь, когда мы с тобой встречались, я рассказал тебе о своей родословной? Ты тогда заинтересовалась и глубоко изучила материал». «Мне же нужно было понять, за кого я выхожу замуж», засмеялась супруга. «Скажи, ты помнишь, что тебе тогда удалось выяснить в отношении моей прапрапрабабушки с маминой стороны?» «Софьи Андреевны?» «Да». «Николенька, что именно тебя интересует? Замечу, что называть ее надо иначе. Прабабушка – это третье поколение, а она относится к шестому, значит, прародительница». «Сколько условностей!» «Я вчера вечером привез к нам родительское наследство. Начал разбирать. Шкатулку, помнишь?» «Помню, конечно. Она на меня произвела большое впечатление. Поискала в архиве и нашла любопытнейшую информацию, много увлекательного и заслуживающего внимания». «И что ты мне можешь сказать?» «На крышке шкатулки вензель. Ты в курсе, это слово в переводе с польского языка обозначает узел. Так вот…» Не успела она договорить, профессор перебил ее. «Погоди, возьму шкатулку». Он быстрым шагом направился в кладовую. «Надо же, открытый оставил. Ты слушаешь?» спросил он. «Я с тобой». «Она у меня в руках». «Видишь, красивым узором выложены начальные буквы имени и фамилии княгини Софьи Андреевны». «Погоди, дай рассмотрю хорошенько», попросил Шувалов. «Ты себя неважно чувствуешь? Что-то сегодня вялый и ничего не усваиваешь». «Устал очень. Потом бессонная ночь». «Понимаю». Так вот, первая буква это ее фамилия в девичестве Ланская. После замужества она стала Аболенской. Была счастлива в браке. Супруг очень любил Софью Андреевну. У них родились четверо сыновей и одна девочка. Правда, я не дочитала, что было потом. Мое упущение». «А что это за история с поручиком? Он погиб, кажется». «Это очень интересная история. К сожалению, с плохим концом. Княгине Софье Андреевне многие испытывали глубокие чувства. Писали любовные послания полной страсти. Равнодушных среди представителей сильного пола не было. Ничего удивительного. Она наслыла красавицей. Кроме упомянутого тобой поручика, в нее был влюблен статский советник. Импозантный, холеный, вальяжный. Посмотри, там должна быть его фотография». «Нашел. Правда, немного потертая, но черты увидеть можно». «В такого влюбиться не грех, что скажешь?» Профессор вынул фотографию. «Да, представительный мужчина, ничего не скажешь», ответил Шувалов. «Сам понимаешь, человек, занимающий в табеле о рангах такое высокое положение, не может быть простым смертным». В те далекие времена считалось, что в статские тайные и надворные советники попадали избранные. Вес в обществе у них был очень большой. сватаясь к Софье Андреевне, он оказывал честь ее семье. «Как я понимаю, князь Ланской и сам был птицей высокого полета». «Само собой, разумеется, и все же такая партия считалась при дворе почетной». «Естественно, княжну бы не выдали за маленького человека». «Правильно, Коленька, ты хорошо учился в школе», улыбнулась супруга. «Слушай дальше. Прошло время, и у Софьи Андреевны случился головокружительный роман с упомянутым тобой молодым поручиком, который при невыясненных обстоятельствах погиб именно в день ее венчания с князем Аболенским». «Боже, какие страсти!» «А как ты хотел, аристократы, высший свет? это тебе не нынешнее племя». «Да уж». «Тогда молодые люди добивались руки и сердца тех, в кого были влюблены, считали за честь погибнуть на дуэли. А почему ты вдруг вспомнил об этом?» «Приедешь, расскажу. Темная история, самому захотелось почитать документы и разобраться во всем. Подниму источники, ты поможешь?» «Ну да. Что тебя так взволновала эта тема?» «Сегодня ночью наш дом навестили ожившие тени моих предков. Настоящие привидения. Здесь такое было. Жаль, что ты на даче». «Николенька, ты хорошо себя чувствуешь?» встревожилась супруга. «Это никак не связано с моим самочувствием. Да, я очень устал. Но поверь, это что-то другое. Отличить могу. Говорю же, надо разобраться. Ты когда вернешься с дачи?» «Уже собираюсь и еду домой. Ты меня заинтриговал и взволновал». «Давай, я тебя жду. Позвоню на работу, возьму выходной. Отдохнуть нужно». «Поддерживаю. Соберусь и приеду. По дороге забегу в магазин. Кое-что купить нужно». «Хорошо, жду с нетерпением». Профессор прошелся по квартире, ничего не напоминало о ночных гостях. «И все-таки что это было?» подумал он. И вдруг в углу гостиной рядом с диваном он увидел красивый носовой платочек. По периметру обрамленной кружевами, в центре которого выделялись инициалы юной Софьи Андреевны Ланской. «Вот это да! Обронила, видимо». Профессор подошел к окну, вышел на балкон, а там ворона, не меняя привычного положения, восседает, как ни в чем не бывало. «Накаркала, говорил тебе, люди отдыхают», с укором произнес Шувалов и вернулся в квартиру. Незапланированный отдых. Николай Карлович дозвонился своему заместителю. «Приветствую вас, Василий Тимофеевич». «И вас с добрым утром, Николай Карлович. Как спалось?» «Какой сон!» «Что так?» «Устал очень, неважно, себя чувствую». «Возьмите больничный». «Да нет, врача беспокоить не буду, пока ограничусь отгулом. Если состояние нормализуется, завтра приступлю к работе». «Николай Карлович, голубчик, возьмите отпуск недельки на две. Надежда Петровна жаловалась, что вы себя совсем не бережете. Вы который год без отпуска. Совещание в министерстве и в академии. Почти каждый день операции не жалеете себя. Иногда необходимо делать передышки. Не забывайте, в нашем возрасте все учитывать надо. Ничего не попишешь, реалии заставляют». «Знаете, вы правы. Вот супруга вернется с дачи. Поговорю с ней на эту тему». «Погодите, но на ближайший месяц у меня расписаны операции. Что, прикажете отменять?» «Можно отодвинуть. Мы практикуем такое, когда внедряются срочные дела, которые требуют безотлагательного решения и исполнения. Вы прекрасно знаете, о чем я говорю». «Так это же экстренные случаи. Стало быть, эти меры принимаются согласно ситуации». «А здоровье? Разве это не экстренный случай? Вам надо отдохнуть. Послушайте меня, поезжайте на дачу. Иногда побыть на природе наилучший отдых и снятие внутреннего напряжения. Вот увидите, вам перерыв в работе пойдет на пользу. Вернетесь с новыми силами и все наверстаем. Операции, которые не требуют вашего присутствия, проведем сами, не волнуйтесь. Сложные операции немного отодвинем, подкорректируем график к моменту вашего возвращения. Решение этих вопросов доверьте мне». «Ладно, уговорили Василий Тимофеевич. Посмотрю по состоянию, а там и решение проще принимать». «Вот и замечательно. Держите меня в курсе дел». «Обязательно и благодарю за дружеский совет». «Не за что, всей душой с вами». «Спасибо». «Ну, где же Надя?» «Что-то она долго добирается, опять пошла по магазинам», думал профессор. Шувалов позвонил супруге. «Надюша, ты где?» «Ждала, когда внуков заберут. Потом пришлось дожидаться следующей электрички, и она первую опоздала. Ты не волнуйся, я уже в метро. Николенька, когда выйду на Соколе, наберу тебе. Если сможешь, подойди к магазину, пожалуйста. У меня и сумок с собой нет, налегке поехала на дачу. Ребята провизию привезли на машине». «Хорошо, приду, жду твоего сигнала». «Договорились, дорогой». «Ты, пожалуйста, нигде не задерживайся, не заходи на рынок, пойдем вместе». «Поняла твой намек, не буду нигде застревать, еду прямо домой». «По первому звонку оденусь и выйду». «Еду». Вечером того же дня Надежда Петровна сделала ревизию в кабинете и нашла в одном из ящиков письменного стола солидную папку. «Садись рядышком, посвящать тебя буду». «Надь, мой заместитель советует взять отпуск на две недели». «Какая чудесная идея! Полностью поддерживаю и одобряю». «И что я буду делать?» «Как что? поедем на природу». «Только не в Домодедово, где наша дача, а в деревню, где мамин дом, который она мне завещала». «Там сейчас так хорошо!» «Тишина и покой». «Вечером растопим печку и будем за чашкой чая проводить неспешные беседы, как когда-то любили делать твои родственники». «А днем насыщаться свежим воздухом, совершать пешие прогулки, собирать в лесу клюкву, бруснику, грибы». «Вернемся, сделаю заготовки на зиму». «Природа всегда дарит столько удивительных открытий и незабываемых впечатлений». «Допустим, день-два, а дальше?» «Не волнуйся, найдем тебе занятие. Давай вернемся к твоим истокам. Первое, что нужно сделать, поехать к нам в архив и покопаемся в источниках». Тогда, много лет тому назад, когда мы с тобой встречались, я искала материал, охватывающий юные годы Софьи Андреевны и первые годы замужества. Правда, этому периоду не уделила должного внимания, о чем сожалею. В основном читала все, что касается периода до замужества. Сейчас нам нужно получить информацию, начиная с того момента, когда она вышла замуж, и постараться охватить последующие годы супружества. Мне думается, этот период о многом расскажет, прольет свет на темные пятна и, наконец, приоткроет тайну, которая окутала судьбу Софьи Андреевны. Постараюсь все документы скопировать, поедем на дачу и там будем изучать. Думаю, нас ожидают большие, очень интересные находки и открытия. туши. ПОДПИСМЕНТЫ ПОДПИСМЕНТЫ Продолжение следует...